Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем беседы по избранным псалмам царя Давида. И мы читаем сегодня первый псалом. Первый псалом является некой конституцией, которая передает содержание всей псалтирии. В этом псалме собрана квинтэссенция всех псалмов. В еврейской, греческой и латинской библиях имени Давида нету в надписании этого псалма. Но в славянской традиции такое надписание оно существует. Итак, мы читаем первый псалом, первый стих. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Здесь мы обратим внимание на следующие слова. Блажен, а муж не ходит, не стоит, не сидит. И обратим внимание на такие понятия, как совет нечестивых, пути грешных, собрание развратителей. Прежде всего, первое слово «блажен», по-еврейски эта книга начинается словами «ашерей», «хаиш», «ашер». И вот слово «ашерей», то есть «блажен», оно всегда употребляется во множественном числе. Вот совершенно неожиданно такое решение. Почему? Имеется в виду, что признать человека счастливым нельзя в случае одной какой-то присущей ему добродетели. И счастье — это категория Бога, то есть один благ, только Господь. Поэтому в христианском прочтении этот псалом считается отчасти мессианским, потому что «блаженный муж» — это Бога-человек, Христос и Иисус. Но здесь в надписании слова «муж» использовано прибавление, это буква «хэт», то есть не просто «иш», «муж», а «хаиш», то есть речь идет о конкретном «муже». Вот эта приставка «хэт», она указывает, что речь идет не просто о каком-то там абстрактном «муже», то есть какой-то собирательный образ, нет, речь идет о конкретном «муже». Конечно, прежде всего, это может иметься в виду Давид, но так как Христос по плоти потомок Давида, то здесь имеется в виду и «хаиш» — Бога-человек, Христос и Иисус, человек с большой буквы. Но вернемся к слову «блажен». Блажен имеется в виду, блажен всегда. То есть не так, что вот утром ты как бы в таком приподнятом состоянии, а к вечеру ты весь само раздражение, само негодование, самоагрессия. Подлинное блаженство, оно связано со множеством добродетелей, поэтому в абсолютном смысле благ только Господь. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Ну, здесь как бы дается три положения человеческого тела возможные. Не ходит, не стоит, не сидит. Есть как бы четвертое положение — это лежит, но, как в народе говорят, спишь, не грешишь. Почему так? Потому что если мы не идем к нечестивым, то мы не стоим с ними заодно и, естественно, не входим в их собрание, чтобы там с ними заседать вместе. То есть мы сначала не движемся даже в их сторону. Встретившись с ними, не стоим с ними заодно, но на нашем пути они оказались, мы стараемся не останавливаться. Поэтому в Писании сказано, что некоторых людей нельзя и приветствовать, потому что приветствие на Востоке означало остановиться и поприветствовать человека. А в Писании сказано в Новом Завете, кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и даже не приветствуйте его. Тем более нельзя сидеть в собрании развратителей. А кто такие нечестивые? Нечестивые — это те, у которых грех, он как присутствует в их помыслах. Они переполнены стремлением к греху. И если мы идем к ним, то греховные помыслы переполняют нас. А кто такие грешные? Это те, которые начали реализовывать свои помыслы, и они уже впали в всевозможные грехи. А собрания развратителей — это те, которые вот этот опыт собственного падения они передают другим. Потому что у нечистых людей буквально заложено такое похотливое вожделение совращать на свой путь всех тех, которые еще себя не запятнали теми пороками, которыми они себя запятнали. Поэтому мы будем по-настоящему блаженны, если не будем идти к ним на встречу, то есть ходить на совет нечестивых, не будем стоять на пути грешных, и тем более не будем сидеть в собрании развратителей. Блажен муж — это тот, о котором далее сказано, «но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». В действительности здесь есть некая такая интересная сложность. Вот смотрите, начало второго стиха, «но в законе Господа воли его» Здесь понятно, что речь идет о законе Господа. «И о законе его размышляет он день и ночь». Вот здесь возможен перевод «и о законе своем». Вот этот блаженный муж размышляет день и ночь. О чем это? Разве есть один закон Господа, а другой закон как бы свой? Нет. Имеется в виду следующее. Когда человек погружает свое сознание в закон Господа, то он воспринимает эти заповеди как обращенные непосредственно к нему самому, к человеку, который изучает этот закон. Этот закон он воспринимает как свой закон, как не навязанный ему извне, а предназначенный для него. Это как все равно, что кто-то получает письмо, там и номер дома, номер квартиры, улица названа, ваши фамилии, имя, отчество, вы же не понесете к соседу. Так и в этом случае. Но в законе Господа воли его, и о законе его, то есть закон становится как бы твоим законом. И допустимое такое прочтение, то есть он воспринимает его как уже господним руководством к действию, этот закон, и он его считает своим законом, вот предписание для меня. Вот такая интересная конкретизация, и он размышляет о нем день и ночь. Как можно размышлять о законе день и ночь? Имеется в виду, он живет с рассуждением. Поступаю ли я по заповеди Божьей днем, и поступаю ли я по заповеди Божьей ночью? Как псалмопевец Давид в других псалмах, он говорит, «Закон твой светильник для ноги моей». Само слово «блажен» оно синонимично выражению «счастлив». Под последним нужно подразумевать как внешнее земное благополучие, так и награду на суде Божьем, то есть духовное блаженство, блаженство небесное. Но в каком случае это достижимо для человека? «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Давайте посмотрим подстрочник к этому отрывку с 1 по 4 стих. «Счастлив муж, кто не поступал по совету нечестивых, и на путь грешников не становился, и в сборище насмешников не сидел, но только к учению Господнему его изволение, и о его учении помышляет он днем и ночью. И будет он, как дерево у водных потоков насажденное, которое плод свой дает во время свое, и лист его не опадет, и во всем, что делает, он имеет успех». Итак, дерево, посаженное при потоках вод. Что это такое? Это человек, который насыщается Словом Божьим, потому что один из символов Слова Божия – это вода. Точно так же, как и хлеб является одним из символов Слова Божия. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А апостолам было сказано, что из чресел ваших потекут воды. То есть многие словеса, которые будете говорить, Божьи стовеса, а не как воды наполнивать весь мир. Поэтому дерево, посаженное при потоках вод, это человек, который укоренен в изучении Священного Писания. Он относится к Слову Божьему с повышенным интересом. И если дело обстоит так, то такое дерево, то есть такая жизнь, она увенчается плодами, сказано, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Надо сказать, что плод и листья – это принципиально разные вещи. И, казалось бы, достаточно было бы сказать, что он будет приносить плод, а зачем говорить, что лист, которого не вянет. Имеется в виду, что он принесет плод, который ждет от него Господь, имеется в виду, задел на будущую вечную жизнь, но и лист его не вянет, то есть его жизнь на земле тоже будет испытывать особые благословения Божие. Казалось бы, листва, она шумит, как бы иногда излишне, но Бог благословляет в жизни своих верующих и их религиозные добродетели, плоды веры и эту листву, то есть то, что как бы не первостепенно, но тоже имеет отношение к жизни человека непосредственно здесь, на земле. То есть Господь позаботится и о духовном росте благополучия, и о физическом благополучии такого человека. Последнее отражено вот этим уточнением, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, то есть во всем, и в духовной жизни, и в жизни обычной, человеческой жизни, он будет везде успевать. К сожалению, отношение к изучению закона таково, что мы, наоборот, не успеваем как бы почитать молитвы, мы не успеваем там заглянуть в Библию, мы не успеваем прочесть заповеди Творца. Вот поэтому мы нигде и не успеваем. А если мы бы выделяли бы для исследования воли Божией и день и ночь, как Давид, тогда бы к нам были бы применимы вот эти слова, и во всем, что он не делает, успеет. То есть находя время для исследования закона Божия, находя время для молитвы, мы благословляем в своей жизни через Божьи милости и все остальное. Как сказано, ищите Царствие Божие и слава Его, а остальное все приложится. И в противоположность вот этим праведным мужам сказано «не так нечестивые, не так, но они как прах, взметаемый ветром с лица земли». «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Давайте посмотрим, какой может быть дословный перевод. «Не так нечестивые, но словно мекина, уносимая ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, а грешники в общине праведных, ибо Господь знает путь праведных, а нечестивых путь пропадет». О чем здесь? Мекина – это то, что остается после того, как пшеница отделена от колосьев, и остается вот эта шелуха мекина. То есть после того, как Господь забирает избранных своих в небесное царство, вот эта мекина, обреченная на прах, она будет развеяна движением ветра. Если кто-то держал эту мекину в руках, достаточно вот слегка дунуть, и все это воспаряется. В целом и наша жизнь в Библии называется паром, который является на малое время, а потом он исчезает. Поэтому для нас очень важно осознавать, что закон Божий – это Господнее руководство к действию, которое обеспечивает нас счастье не только в будущей вечной жизни, но и в этой временной жизни. Так в Библии неоднократно подчеркивается, что исполнивший закон будет жив заповедью. Еще хочется сказать немножко о развратителях. Здесь используется слово «мацехек», которое означает три возможных преступления. «Мацехек» – это идолопоклонство, «Мацехек» – это разврат, то есть как прямо переведено, собрание развратителей, и «мацехек» – это убийство, это собрание заговорщиков с целью убить. Поэтому святые отцы под собранием развратителей понимали собрание Синедриона, который вынес смертный приговор Христу Иисусу, нашему Господу, и таким образом, хотя этот псалом, первый псалом, он напрямую не считается мессианским, вот в отличие от второго псалма, который точно считается мессианским, но в то же время мы видим, как образ Христа, он в той или иной степени наполняет каждую строку священного писания. История еврейского народа представляет много фактов, показывающих, что и при земной жизни, когда Господь является судьей человека, Он карает нечестивых. Но так как землей не ограничивается существование человека, то конечной целью будет суд. И вот от того, устоит ли человек на суде в собрании праведных или нет, от этого зависит вечная участь, которая ожидает всех нас. Потому не устоят нечестивые на суде, читаем мы в славянском переводе, сего ради не воскреснут нечестивые и грешники в собрании праведных. То есть грешники тоже не устоят в собрании праведных. Собрание — это экклесия, это церковь. То есть в первом случае говорится о последнем суде, а во втором случае о том, что и в церкви они не смогут реализовать себя, если, придя в нее, они не оставляют свой прежний порочный образ жизни. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот здесь некая проблема. Почему сказано «Ибо знает Господь путь праведных»? А что Господь не знает путь неправедных? Ведь Господь всезнающий, всеведущий. Поэтому по отношению к этому слову «знает» предлагается истолкование «знает Господь путь праведных», то есть любит Господь путь праведных. Потому что слово «знать», «познать» — это как бы опытное постижение. Опытное постижение. То есть Бог убедился, что их есть за что любить, потому что они стремятся изучать Его волю, волю Создателя и вникают в Его совершенный закон день и ночь. Их жизнь возрастает у потока вод, то есть благодаря откровению Священного Писания.